...малчивает. Опять-таки, нам нужна ваша помощь. Помощь в ваших обращениях, помощь в ваших подписях, которые молодежь собрали. Тяжело же пройти по подъезду, собрать у тети Гали, у тети Мани, у соседок прошлись, пособирали эти подпиши, правильно? Дальше вы поможете нам прорваться в эти кабинеты и все-таки навести порядок в этих страшных коридорах. Хотя не верится, уже не верится никому, ничему и никак. Мы раздверлились во всем, но если мы стоим сегодня на площади такой большой семьей, значит вера у нас еще есть. Есть же вера у нас. Есть у нас еще надежда на то, что можно что-то исправить, как-то концовывать. Всю молодежь к нам полностью, всех к нам присоединение. Молодежь сегодня не хочет никакой победы, не идут никуда голосовать, ничем не хотят заниматься. Но где-то зарабатывают пару копеек, получается, человек. Работают и то, типа, слава Богу. Ну, слава Богу. Говорю, ребят, ну там сделали дорогу, но она и качественная. Они говорят, о, ну хоть сделали. Вот это хоть и есть проблема. Хоть что-то сделали, это тоже есть проблема. Потому что каждый человек пенсионер из своей пенсии почему-то должен платить НДС на внутреннюю продукцию. Хлеб вы покупаете, получается, платите НДС. Чего на внутреннюю продукцию спрашивается, надо платить за этот НДС. Далее. Что происходит у нас? Вот эти 35 гривен на газ, они будут полностью заложены во внутренний продукт. В металл, в лекарства, в сахар. Сахар в том году стоил 9,50, а сегодня уже 30 гривен. Молоко в селах 4 гривни, а у нас по 35 гривен. Молочные мафии образовались, и на каждом шоу эти мафии, на каждом шоу эти негодники, которые мешают людям жить. Мы собираем эту проблематику, мы собираем информационную всю, скажем, грязь из спортсменов, которая накопилась у людей. И мы пытаемся это все очистить. Вместе мы сможем все, вместе мы очистим все-таки. Я уверен в этом. И как бы ни говорили, что, да сынок, ну как бы удалось, как бы не удалось, мы сегодня собираем большого нашу команду. Даня, я себе задаю вопрос, почему сегодня все-таки закрывается мафии, почему сегодня детей учат только до 9 класса, почему сегодня в поселках, в селах закрываются медицинские церкви, почему сегодня нет своих литров, потому что у чиновников возможно, в конце концов, и они пришли как последний день, как хватать себе эти чемоданы денег и дремынуть кто-то в Ростов, а кто-то в Польшу или куда-то еще. Родные мои, нам нужна ваша обращение, обращение, обращение. Кто работает в Фейсбуке, пожалуйста, написали обращение. Ровно через секунду я получаю ваше обращение, получается, и отправляю его в обработку. Если кто-то еще не работает в Фейсбуке, присоединяйтесь, присоединяйтесь к моей страничке, я лично ее веду. Буквально там 8 месяцев назад мою страничку хакнули, как говорится в народе, ну, уничтожили. 85 тысяч подписчиков было, уничтожили специально, чтобы я не получал эти обращения, потому что нам не тяжело написать обращение от народного депутата в кабинет чиновников. Кто-то за это там деньги берет в этой моноболоке, получается. А нам, мы, пишем обращение, нет проблем. Ну, сегодня же стараться куда учителям, куда врачам, которые мне жизнь спасали, получается. Сережа, сынок, ну почему у вас не развивается экономика? Ну, люди бы сами захотели бы без всякой войны, без всяких пуль правильно перебраться и нормально здесь жить. Миллион семьсот тысяч переселенцев лишились крова, лишились, получается, детского садика или школы для ребенка. 400 гривен сегодня семье дает государство. Как можно семье за 400 гривен прожить? Не работай, одна педант кругом. И так на каждом шагу. Почему, 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 почему? И это надо все раскручивать, это надо весь механизм вахами кушать. Ну, почему тогда мы были счастливы? Советское, правильно, в то время? Ой, не говорите за коммунизм. Ой, не надо. Да если, да, те же националисты, они приходят, они реально соглашаются. Ну, почему раньше мы не боялись выйти на улицу, правильно? Почему раньше дядя Степа, милиционер, мог прийти к тебе домой, пообщаться, решить вопросы с батями, с мамой? Почему тогда детвора нормально училась, нормально продвигалась? Вот это тот Бородинский. Или, ну ладно, раз в неделю мы шахтерские семьи, мы упали за 20 минут. И я позвонил тете Али в квартиру. Тетя Алла, ну дай тут цебулин, ну не дай полмоганки хлеба, мамка придет с работы, я не дам вам гроши, а в обеду многом сын, там куплю еще длину. И тогда люди были счастливы. Сегодня люди друг друга не знают, не видят в подъездах. Мы идем, опускаем глаза на улицу, чтобы не упасть в канализационную яму, чтобы дерево не упало сухое на голову, по большому счету. Чтобы пили дерево, надо тысячу раз постоять, чтобы написать это в экологию. И 3,5 тысячи, я бы 5 тысяч гривен заплатить за эту опиловку, в конце концов. Продолжение следует...